дай друзья мои всем привет давно меня не было очень много работы никак не получалось вырваться никуда ну сами понимаете охота сейчас закрыта до открытия охоты еще больше месяца ждать поэтому нашел время и решил вырваться на стенд пострелять смр-155 последние разы я ездил с толстом 34 но я вот достаточно много из него стрелял поэтому решил поберечь рульё вот поэтому пойдут к марке постреляет что интересного за это время произошло мог в принципе о том что произошло изменение законодательства об оружии все знаете да все сложнее сложнее быть она владельцем охотничьего любого другого вида оружия в нашей стране ну что тут об этом говорить я вот себе прикупил кейс на мр-155 в декатлоне за за три с половиной тысячи взялся его чтобы удобно было транспортировать удобно там на стенке ездить там на охоту тоже возможно буду брать с собой такой дешевый он получился я достаточно постоянно с другими видами дата подобных кейсов сделан конечно так не достаточно нормально сойдет мне в принципе устраивает вот ну что постреляем посмотрим как моя стрельба как на что теперь все покажет давайте приятного просмотра ну 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 да дай дай а какое сужение лучше ставить здесь здесь ноа-3 но для тренировки хорошо 05 он более строгичу ты начинаешь уже более ответственно то я поставил цена на рубля цилиндр ну и нормально как летит вот сюда вот там наверх вот так вот вылетит дай дай да да дай хорошо стал и держит проси дай надо стрелять прям вот в правый край мишени даже садить вот сюда не важно суда друг за тебя все сделай не надо им конкретно просто садил вот сюда и все вверх она полю да дай дай остановился понял дай дай я не делаю четко в мишери вот тебе сейчас все перед ней видно и очень хорошо в россии дай дай вот сейчас там движение хорошие был я вел как просто добавил еще без всяких рыбков дай вот и все горячая да надо стык куда пил и положи дай поделим под крышу поделись так это все мишенье дай классно стрельнул да внизу сзади дай зафиксировал а вот сюда вот завел проси дай только довернул корпус только довернул корпус потому что когда ты стрелил вот это дальше ты уже все ты она у тебя не контролирует уже руками просто марш а вот стал на выстрел сюда завел неудобно но когда ты стреляешь ты как пружина выпрямляешься свободно давай дай как хорошо здесь д плюс е понял значит опять вот станет тут я стреляю дай контролирующая понимаешь ты видишь что она начинает падать и ты уход всегда и и под мишени мишеницы я вот оттуда летит вот так и вот сюда вот то же самое под мишенью и стреляешь только вот сюда но идешь под мишеньки вообще в мишень не касается дай левее стволы возьми левее ли по праву полю вот прицепился и видел как решается вопрос просто да я знаете ли я знаете что ли как стреляю когда вот такие попадают я уберу вот такой задел и с нею виду получается постоянным упреждением не так удобно не стреляй то что если начинаем гонять я не контролирую меня почему-то ли стоит другой понимаешь если ты идешь под мишень ты будешь это увидеть контроль да а если ты идешь в мишени и никуда уже не проконтролирует уже никак не так ну что давайте плюс c нет плюс c только под мишенью дай вот так вот надо стрелять в день до пустых выстрелов тогда тетя будет позавляться плюс е наоборот c плюс достанешь ворон достанешь ворон нет очень далеко ну давай c плюс е дай и самый главный доставь мишень понимаешь ну мы с на пункт будет церковь послали вот будет центр вот здесь вот в мишени или будет на два сантиметра ниже назад ну ты контролируешь когда так давай мишень быстрее мы она летит вот так вот вот так боковая простая вот там стрелять высота пониже и левее можешь вот так просить дай прицепился нет я именно понял что вот мне как мне с моей головы техника кривой лучше чуть-чуть то тут дошло вот такая давай так 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 ну давай остыли а это мы не стреляем если вот машинка усилите под 45 градусов вот так опы и начинает вот там ходить вот догони и вот на этом переломе просто впереди мишень или он это на получается тут бьем да она сюда выше выше еще просить дай я понял что я не в траектории вот так на выстрел стали еще довернив правую ногу разверни вот вот так спасибо ну что ребят пострелял я вот жара конечно ужасная поэтому тяжеловато было на солнце что хочу сказать после после тоза после тридцать четвертого мр-155 конечно не такая управляемая не такая удобная и мне она требовалось не там до определенное время чтобы к ней приспособиться было достаточно много промахов но потом вроде как не привык понял за одну вещь о том что с этой конкретной мерки мне лучше стрелять по системе постоянного упреждения боковые мишени вот определенный зазор берут и вот виду так мишени стреляет попадал все равно попадал в целом доволен 75 выстрелов сделал затык не было сегодня хорошо но конечно по сравнению с тозом не такое управляемое ружье зато более комфортная отдача вот сегодня мое плечо целое вот и в принципе ну то есть где то лучше где то хуже чем-то лучше чем-то хуже но конечно по прикладистости тозик мне больше нравится но для охоты скорее всего я буду использовать именно его ну что еще хочу сказать у меня инстаграм есть если интересно можете подписаться посмотрите там я оставлю ссылку в описании на него подписывайтесь будем общаться в социальной сети и до новых встреч увидимся будем готовиться дальше к открытию охоты будем тренироваться и изучать свое оружие давайте ребят счастливо